События в Москве 23-24 февраля резко изменили ситуацию и в России, и в Соединенных Штатах, и в Украине. Ну, начнем с России. Произошло невероятное событие, невероятное в контексте последних 23 лет авторитарного правления Путина, а вообще говоря, ну, довольно типичное для таких фашистских бандитских режимов. Ведь на чем основана власть диктатора? Не на электоральных процедурах, ну, у нас проводятся какие-то выборы, но смешно об этом разговаривать. Не на опросах общественного мнения. Власть в преступных структурах, а такой преступной организацией является вся российская власть, держится на беспрекословном подчинении, подчинении всех членов банды главе, крестному отцу, пахану. Вот в уголовном мире одна из таких наиболее известных максимум «опущенный пахан» уже не пахан. Любой вызов пахану, оставшийся безнаказанным, резко подрывает его власть. Собственно, обрушивает ее в перспективе. Вот то, что Пригожин до сих пор жив и бегает спокойно по России, переезжая из Санкт-Петербурга в Москву, получая там миллиарды долларов, золотые слитки, оружие, которое ему почтительно возвращает в здание, между прочим, федеральной службой ФСБ, показывает, что власть Путина резко ослабла. И это немедленно почувствовали во всем мире. Вот давайте сравним реакцию Соединенных Штатов на события в Москве в первые часы этих событий, 23-го и даже 24-го, и уже на следующий день. Ну, мы помним, что была двойная реакция. С одной стороны, были звонки в Москву, того же Бернса, о котором мы сегодня еще не раз вспомним. Он разговаривал с Нарышкиным, уверявший московской кредит, что мы тут ни при чем, мы ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела России, и вот мы здесь вот так дружелюбно помахивали хвостиком. А на следующий день вдруг дедушка Байден осмелел и заявил. Путин сказал, Абсолютно ослаблен произошедшими событиями. Откуда осторожный психовысказанных человек? Его, если он называл, помните, когда он называл его убийцей или друг восклица, ну как такой человек может оставаться у власти, как это было во время посещения лагеря украинских беженцев в Польше. Немедленно из-за спины там выскакивал Соливанчик и уверял весь мир, что дедушку не так поняли, он ничего не имел в виду, и никакой Путин не убийца, и мы не хотим режим чейндж и так далее. Здесь никаких поправок не последовало. И эта оценка Байдена, она была подтверждена последующими решительными действиями. Почему он так уверен был в первых часов? Ну, потому что он знает ситуацию, Байден знает ситуацию в бункере, ситуацию в российской верхушке лучше, чем мы с вами. Разведка Соединенных Штатов рутинно подслушивает разговоры в бункере. Ну, мы же убедились в этом перед началом войны, когда разведка американская не очень отличилась своими аналитическими способностями. Они, как вы помните, предсказывали падение Киева за неделю. Но телефонная служба, у них электронная разведка работа очень эффективна. Они каждый день сообщали о последних шагах и планах русских, и даже возникло, как вы помните, некое напряжение между Киевом и Вашингтоном в неделю перед войной. Так вот, Байден и американская руководство в целом, они лучше осведомлены о состоянии Путина и о реакции российских элит и его непосредственно окружения на происшедшее. И поэтому мгновенно последовали заявления. Ну, сначала это были сообщения в прессе, ссылающие на пять или шесть источников администрации, о том, что принято два решения в поставке новых оружия в Украине. Это давно ожидавшееся решение о поставке двенобольных ракет «ЭТЭКС». Важнейшее решение, которое про путинское крыло в администрации, те же Селиван и Бернс, длительное время удачно саботировали. И второе, даже это совершенно неожиданное, мы на это даже и не надеялись, решение о передаче Соединенными Штатами кассетных боеголовок. Это довольно сложное решение, потому что закон Соединенных Штатов запрещает экспорт кассетных боеголовок. Ну, этому запрету очень большое значение придают все правозащитные организации. Они, конечно, до сих пор еще выступают против этого, против передачи кассетных боеголовок. И, к счастью, этот закон предусматривает возможность его единичных нарушений, исключений из него по просьбе президента. Так что президент вынужден был выполнять специальную процедуру, чтобы направить Украине кассетные боеголовки, запросить Конгресс, а именно председателя Комитета по иностранным генерал-сенатам Мененеса, к счастью, это большой долг Украины, о специальном разрешении. Оно было немедленно получено. И вчера президент подписал эту директиву. Вот эта уверенность, подтвержденная точной информацией о резком ослаблении позиции Путина, она позволила Соединенным Штатам отказаться от остатков вот этого опасения перед этим страшным диктатором. Ну, я читал это и в американской прессе, и мне лично приходилось разговаривать с экспертами в последние дни. Общее настроение такое. Ну, если Пригожин до сих пор жив, если Путин до сих пор не может отдать приказ о его ликвидации, как же он может отдать приказ о ядерной атаке, о ядерном ударе? Этот же приказ никто не выполнит. И это совершенно справедливая логика. Не только я ее продолжу даже. Вот 4-го числа на всех украинских каналах мне пришлось отвечать на вопрос, а вот есть сведения, что ночью, вот в ночь на 5-е, русские устроят взрыв на Запорожской атомной электростанции. Я категорически верю, что ни в коем случае, исходя вот из той же логики, что ослабление Путина, безнаказанность поведения Пригожина, да не только Пригожина, что нам Пригожина, Пригожина, в конце концов, инструмент этой большой операции, неповерновение Путина продемонстрировало ГРУ, ну сейчас она называется ГУ, Главное управление разведка вооруженных министерств обороны, и ФСБ, и вот так называемое третье управление военной контрразведкой обязаны. Они знали всю информацию, конечно, о готовящейся мятеже и обязаны были. Никто не противостоял Пригожину. Вот эта сцена на скамеечке, как вы помните, когда Пригожин расставлял по местам замминистра обороны и замвоенной разведки, и те ему говорили, угодно, да забирайте в этих Шойгу и Герасимова, они нам нужны. Это показало степень потери Путина контроля над его военными. А такие, я всегда говорил в течение последних двух лет, что считаю крайне низкой возможности нанесения Путина мятерного удара, а все эти разговоры это шантаж. Шантаж с целью предотвратить какие-то поставки технологически решающего типа вооружения на Украину, остановить какие-то шаги политические поддержки Украины. Но тем более, отдача таких приказов требует совершенно другой атмосферы внутри власти, в окружении диктатора. Ну, предположим, он отдал бы четвертого вечера приказ группе диверсантов на Запорожской. Ну, а эти люди задумывали, они видят, что происходит Путину, как относится к его приказу, большинство силовых структур, и они подумали бы, естественно, ну, а Путин-то завтра уберут, а я буду отвечать, меня потом как военного преступника. И Путин понимает, что не может, что такая реакция последовательного приказа. Я вам скажу больше, что сегодняшний Путин, он бы не смог, например, отдать приказ о разрушении Коковской дамбы. Это тоже преступление серьезное. Путин месячной давности – это совсем другой человек. Это диктатор совершенно другой степени своей власти. И, видимо, в Америке это прекрасно понимают. Теперь, когда Америка избавилась от остатков вот этого страха, вот от этого нарратива, давайте не будем провоцировать Путина, что-нибудь страшное сделать, ядерную атаку или что-нибудь, это означает победу, ну, сколько раз я ее называл окончательной, но сейчас я вижу ее именно так, окончательную победу нашего проукраинского крыла внутри американской администрации, а именно Блинкена и Остина над пропутинским, не побоюсь его назвать так, крылом, это Бернс и Селиван. И эта победа очень вовремя, потому что мы были свидетелями, ну, в течение последнего месяца отчаянные попытки Бернса и Селивана навязать, навязать, во-первых, всей администрации американской, а потом навязать Украине план спасения Путина, план так называемой почетной чьи, которая добивается Путина, а именно остановки военных действий, прекращение огня, и тем самым сохранение на неопределенный срок значительной части русской территории, в украинской территории в руках оккупантов, что позволит Путину продать эту почетную ничью своему пипу и тем самым остаться у власти. Именно за это он сейчас отчаянно сражается.